Здесь диваны, ковры, бытовой какой-то мусор. Непонятно откуда и для чего он здесь находится. В одной повозке мусор бытовой, в другой остатки пищи бутылки. Отходы свежие, их даже вывалить не успели. Освобождают телеги прямо здесь. Посмотрите, по периметру площадки следы прошлых привозок. Спиленные березы, кирпич, арматура. И все это в черте города. 500 метров в эту сторону многоэтажка, 10 метров туда, ручей, а ниже пляж и опь. Когда гора мусора становится огромной, ее градируют, площадка становится больше и выше. А это вид сбоку. Высота слоя мусора 4 метра. Находится свалка прямо на заднем дворе муниципального коммунального предприятия, которое обязано следить за чистотой города. Но вместо этого компания сама же складирует отходы в черте Заринска. Полгода назад это выяснили местные журналисты и объявили борьбу недобросовестной организации. По подсчетам корреспондентов, свалка растет здесь уже 5 лет. На полигон не возят они, то есть общались, да, там для отвода глаз они привезли две машины и все. На протяжении трех лет даже не было составлено договора. То есть даже полигон не принял бы у них мусор без договора. В марте корреспонденты обратились в Минприроды. Специалисты установили площадь загрязнения уже половина гектара, а зеленая роща, которая растет на месте свалки, все более редкая. Недавно экологи привлекли владельца муниципального предприятия к административной ответственности. Власти города пока не комментируют, как оказалось возможным, чтобы подведомственная им компания на бюджетные деньги складировала тонны мусора в черте города. Проверку прокуратуры хищения с ее стороны не обнаружила. Тем не менее, Минприрода установила срок ликвидировать свалку до 20 июня. Но местные жители говорят, за последние дни на свалке вновь разгружали мусор. Анастасия Драган, Александр Антропов. Наши новости.